Традиционно 1 мая Анапа встречает праздничным шествием. Действо красочное, но требует тщательной подготовки. Главное – обеспечение безопасности. С этой темы начинает опрос подчиненных глава Анапы Юрий Поляков. Ему докладывают – полиция, казаки и народные дружины свой фронт работ знают. Подполковником Плеевым будет обозначена задача, расстановка, конкретно по маршруту движения колонны, будет потом после обселеданной кинолога. Будут расставлены сотрудники полиции, народные дружинники, и казаки-дружинники. Количество определенное назначено, люди назначены, оповещены. В 7 утра лично на контроле буду я это держать. Ясно, спасибо. Майские праздники – репетиция начала сезона. В Анапе ждут в эти дни не меньше 50 тысяч гостей. Оживает и вся потребительская сфера. Наталья Ивановна, по потребительской сфере кто работает? Все кафе открываются, не все. Где обратить внимание нужно? Где нужно заострить внимание? Глава города акцентирует, рейдовые группы по пресечению несанкционированной торговли должны работать ежедневно, в первую очередь на набережной. Санаторно-курортный комплекс тоже в фокусе внимания руководителя. Во-первых, порядок и подсветка на Пионерском проспекте. У каждой здравницы должны гореть огни. Вопрос номер два у меня. То есть мы с тобой ездили, смотрели Пионерский. С этой стороны, я думаю, его подкашивать надо. Но удели, пожалуйста, сегодня, завтра внимание, Олеся, вот ту сторону. Симферопольское шоссе, да. То есть федералы, они же проходят метра четыре, а дальше что до забора остается. Общественный транспорт – еще одна составляющая комфортного отдыха. Ходить должен как часы, причем в вечернее время особенно, подчеркивает Юрий Поляков. Наведение порядка и саночистка в городе-курорте не прекращается ни на день. Покос травы, своевременный вывоз мусора и работа систем жизнеобеспечения – все это должно быть на контроле управления ЖКХ.